Всем привет! Сегодня у нас пачка вопросов про продвижение партнерских сайтов, про заработок на них. Так, Игорь Бакалов спрашивает. Игорь, привет! В каких нишах RF и SMG имеет смысл строить PBN? В RF и SMG PBN мы не строим ни в каких нишах. То есть у нас есть, ну если говорить про PBN, то это, как правило, сетка сайтов под простановку с них ссылок. Мы так в RF и SMG не делаем. В RF и SMG гораздо проще и эффективнее поставить ссылку с покупной, просто с чужого сайта, чем строить такую историю. В RF и SMG мы делаем сетки под Litgen в основном. То есть берем разные ниши, то есть у нас десятки ниш, под которые мы собираем сетки. Называть ниши не хочу, потому что мы там продолжаем во всех развиваться. Мы берем там дропы и как только я озвучиваю какую-то нишу, что вот мы под ней работаем, в течение полугода после моего озвучивания этой ниши дропы в ней найти гораздо сложнее, просто потому что многие прислушиваются к мнению и начинают торговаться за эти же дропы. Поэтому не хотел бы я говорить в каких конкретных нишах, но во многих, в принципе, в основных коммерческих мы пытаемся что-то делать. Назови топ-3-5 профитных аффилиат ниш в RF, где много бабла и не надо бодаться реальным бизнесом или сервисом поисковиков. Практически нет таких, везде, где денег много и конкуренция тоже большая. То есть вот сейчас дальше вопрос про микрозаймы. Как пример, ниша микрозаймов, ниша, что-то связанное с недвижкой, ниша, связанная, в принципе, с финансами, с кредитами, с банками и так далее. То есть они все довольно сильно перегреты. И, ну, понятно, что серые всякие истории, типа казино и так далее, тоже там довольно все конкурентно. И такого, чтобы, типа, мы пришли и денежные ниши легко можно зайти, такого практически не бывает. В основном приходится создавать некоторые, ну, как бы ниши для себя. То есть мы тестируем много разных направлений и берем, ищем партнеров. В 9 из 10, ну, наверное, в 8 из 10 ниш не получается выстроить стабильную схему. Ну, то есть либо лидов недостаточно много, либо партнеры в этой нише очень, ну, прям, плохие. То есть нереально с ними сработаться и зарабатывать на них. Ну, вот есть некоторые наметки, тоже публично не готов озвучивать те связки, которые у нас есть. Скорее всего, начну понемногу об этом рассказывать, но ближе к осени. Поэтому не переключайтесь, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал. Буду понемногу начинать палить некоторые варианты. Ну, заодно расскажу, почему я начинаю это делать, тоже ближе к осени. Есть ли опыт использования переводных текстов под бурш или спинтекстов в Word.ai аналоги? Что по результатам? Напрямую результаты довольно грустные. То есть если делать такие полударвейные сайты, то спинтексты обычные довольно не очень идут хорошо. Если говорить более крутые системы в Word.ai, ну, по факту сейчас Word.ai показывает, ну, одни из лучших результатов по перемешиванию слов в текстах. И Word.ai более-менее дает, ну, лучший результат, чем остальные. Но все равно под мани сайты, под сайты, ну, чтобы их продвигать и с них как-то зарабатывать. Ну, в общем, опыт в основном не очень успешный. То есть гораздо долгосрочнее эффективнее получается делать нормальные сайты, не спиня. Ну, то есть спинтексты — это когда просто берем какой-то чужой текст и генерируем его. То же самое с автопереводами и так далее. Google в целом понимает, что текст примерно тот же. И то, что там поменялись какие-то слова одни на другие. Ну, короче, Google умнее, чем мы о нем думаем. И он в основном понимает, что мы его пытаемся обмануть и перемешать какие-то слова. То есть он в целом понимает, что текст примерно тот же. Даже если слова другие, даже если там шинглы разные и так далее, все равно он палит эту историю. И если дает трафик туда, то, как правило, временный. Но мой более-менее успешный опыт, связанный с подобными текстами, связан с вторым-третьим уровнем ссылок. И когда мы ставим на первый уровень хороший текст, на второй уровень можем ставить Word.ai, и на третий уровень можем ставить вообще лютые спины низкого качества. И там это нормально заходит. То есть наша задача, чтобы часть из этих размещенных автоматических текстов проиндексировались и остались в индексе. Чтобы ссылка с них учитывалась к углу. Вот для этого перемешанные спин-тексты более-менее срабатывают. Здесь срабатывает и Word.ai, здесь срабатывают лучше, здесь срабатывают и автоматические перемешивалки. Например, та, которая встроена в SEO-автопайлот, та, которая встроена в RankerX. Эти перемешивалки дают неплохой результат. Тоже как бы в индекс заходит не такой большой процент, но заходит и можно с этим работать. Есть ли опыт работы в качестве аффилиатов в ниши микрозаймов? Поделись опытом. Если как аффилиат нет, то может что полезного, как подрядчик скажешь. По микрозаймам мы работали как аффилиаты, но сейчас работаем мы как подрядчики. В целом ниша, если несколько лет назад, лет пять назад она была довольно конкурентная, но не такая черная, то есть сейчас ниша на 90% накрученная, то есть там либо торчат, ну как и в целом в кредитах, в микрокредитах еще жестче, то есть в микрокредитах доля крупняка ниже, то есть если в обычных кредитах, займах, ипотеках, там много сайтов типа банкиру и так далее, то сравнирую всякие, то в микрозаймах доля таких крупных сайтов ниже, и там торчат накрученные поведенческими сайты, ну такие, как будто это витрины, как будто это большие витрины, а по факту это просто склонированные по регионам такие маленькие аффилиатные сайты, собранные на коленке и жестко накрученные поведенческими. Вот, поэтому как бы вот так работает это там, ниша конкурентная, и даже многие накрутчики поведенческих не могут туда влезть, потому что те, которые люди там в топах торчат, во-первых, торчат там раньше, то есть сейчас быстрая накрутка усложнилась в индексе, ну и как бы не могут туда нормально пробиться, а второе это, ну те, которые там держат топы, это более крутые и опытные накручки, потому что это так, как бы модно сейчас говорить, что типа вот накрутка поведенческих, пошел в какой-нибудь сервис, купил какую-нибудь программку и пошуршали. На самом деле это не так просто сейчас, история усложняется, и нужно усложнять алгоритмы, как это делать, и сейчас, ну в общем это сложнее, это сложнее, и вот опыт он такой, то есть у меня есть сайты, три сайта сейчас под, ну там я работаю как партнер, и в общем они себя чувствуют более-менее, но профитов оттуда сумасшедших нет, то есть просто это одно из направлений, которое дает какие-то неплохие деньги сравнительно с другими нишами, аффилейтами, но в общей массе заработка, это довольно все скромно. Ну плюс сейчас пока вот эта история с карантинами, вирусами и прочим, очень сильно упал АПРУФ, то есть спрос не особо упал, ну упал, ну снизился, но не так сильно, а АПРУФ, то есть подтверждение заявок, упал очень сильно. Вот сейчас вроде как, вот сейчас я записываю это в июне, сейчас более-менее восстанавливается, но все равно, ну к докризисным объемам непонятно, когда вернется, да и в других нишах также, вот у меня по юридической теме есть, несколько сайтов, как информационных, так и коммерческих, и там тоже выкуп довольно, ну довольно слабый, то есть на докризисные уровни, я думаю, что к осени в лучшем случае более-менее начнем выходить. Это что касается информационки, с коммерческими сайтами, юридическими здесь проще, потому что, ну я рассказывал уже, мы запустили группу в Телеграме «Лиды без воды», и там все свои коммерческие лиды по юридической тематике я пристроил в первую же неделю, вот поэтому если вдруг вы пропустили то видео, обязательно подписывайтесь и пишите свои запросы, то есть группа бесплатная, то есть там любой может написать свой запрос на то, чтобы продать свои лиды и на то, чтобы купить. Единственное, что смотрите, закрепленная форма наверху, то есть там показано, в какой форме нужно закидывать свои предложения, потому что просто никого не найдете, то есть если делать не по форме, у вас не будет хэштега, вас не будут находить и, соответственно, не найдете партнеров. Те ребята, которые туда уже начали закидывать свои запросы и предложения, многие из них уже нашли своих партнеров, ну вот я уже сказал, на все юридические я нашел своих партнеров и на несколько других тематик тоже, то есть у меня сейчас большая часть свободных потоков льдов разобрали вот именно там, которые я долго не мог выкупить, и которые перестали выкупать партнерки. На этом все. Подписывайтесь на канал, приходите на мастер-класс, ссылка в описании. Пока.